Привет! Меня зовут Глеб, и сегодня я хотел бы поговорить с вами об эволюции. Нужно сделать что-то? О, хорошо. Наш разговор будет строиться так. Сначала мы поговорим о том, что такое эволюция, чем она является и чем она не является. Я расскажу вам о том, в каком статусе сейчас находится эта теория, насколько она признана, какие есть доказательства для этой теории, на каких механизмах основана работа эволюции, к каким целям она ведет, то есть в каком направлении происходит это развитие. Затронем такой интересный вопрос, как что считать единицей эволюции, и попытаемся перейти на более высокий уровень абстракции и посмотрим, как эволюция соотносится с теорией информации. Итак, в начале разговора об эволюции нужно решить, что же, собственно, такое эволюция, что мы обсуждаем. Согласно определению современной синтетической теории эволюции, эволюцией мы называем процесс изменения частот проявления наследуемых признаков в популяции за время, превышающее время жизни одного поколения. Собственно, такое сложное определение появилось потому, что нужно было обойти много попыток критики эволюции, и в настоящий момент такое определение считается непробиваемым. Эволюция является общепризнанной теорией. Имеется очень широкий консенсус на тему того, что эволюция существует, эволюция происходит, эволюция является реальностью. На этом слайде вы видите самого известного эволюциониста всех временных народов. Его зовут Чарльз Дарвин. В другом конце слайда вы видите другого эволюциониста. Его зовут Папа Франциск. Современная каталинческая церковь признает эволюцию. Есть, конечно, определенные тонкости признания. Но в целом, в том, что касается изменений, которые происходят в организмах живых существ, у этих двух парней полное взаимопонимание. Они согласны с тем, что это происходит. Очень распространенное заблуждение, на котором часто основана неэвалидная критика эволюции, это путание понятия эволюции с понятием абиогенеза. Эволюция – это процесс изменения популяции, изменения каких-то характеристик живых организмов в разных поколениях. Абиогенез – это теория, которая пытается объяснить происхождение жизни из нежизни. Эволюция не занимается вопросами абиогенеза. Если мы хотим представить какую-то полную целостную картину мира, альтернативную, религиозной, то нам понадобится и эволюция, и абиогенез. Но поскольку эволюция – это научная теория, и она не занимается мировоззренческими вопросами, она не занимается вопросами абиогенеза. К абиогенезу есть множество претензий, и он не имеет такого широкого признания, как эволюция. И сегодня мы о нем говорить не будем. Кстати, это противоречие, не противоречие, это тонкость, что эволюция не занимается вопросами абиогенеза. Поднялый часам Чарльз Дарвин в своей классической книге о происхождении видов. Он прямо так и писал. «Я не знаю, откуда появилась жизнь, надеюсь, кто-нибудь другой когда-нибудь скажет об этом». И мы сегодня тоже не будем об этом говорить. Признание эволюции основано на множестве доказательств. Есть разные категории, разные группы этих доказательств. Я хотел бы остановиться только на некоторых. Во-первых, у нас есть палеонтологическая летопись. Мы выкапываем из Земли остатки всяких умерших давно существ. Мы предполагаем, что порядок залеганий в земной корея соответствует порядку их жизни. Мы пользуемся радиоуглеродным методом для датировки. И когда мы располагаем эти остатки в порядке хронологии, мы очень точно видим, что определенные изменения накапливались и виды плавно переходили один в другой. Но кроме этого, есть более впечатляющие экспериментальные доказательства эволюции. Есть, опять же, разные экспериментальные доказательства. Упс. Есть эксперименты с наблюдаемой эволюцией, когда в лабораторной среде создаются условия, в которых некоторые организмы в череде поколений под влиянием тех условий, в которые их поместили, изменяют свои признаки. И в разных поколениях эти признаки проявляются с разной частотой. Но, к сожалению, такие эксперименты можно производить в основном на неинтересных нам существах, потому что, например, мы способны получить новое поколение клеток каждые полчаса, мы способны получить новое поколение мух дрозофил каждые 15 дней, и при этом дрозофилы имеют большую дополнительную склонность к некоторым мутациям, о чем мы поговорим позже. И мы способны получить новое поколение лабораторных мышей только каждые 4 месяца. Соответственно, за какой-нибудь 5-летний эксперимент мы способны получить десятки тысяч поколений бактерий, мы способны получить 60 поколений дрозофил, и мы способны получить всего 20 поколений мышей, чего, к сожалению, недостаточно. Но на бактериях такие эксперименты есть. Есть примеры эволюции в естественной среде. Тут можно сказать много всего. Я, пожалуй, приведу наиболее очевидный пример. У нас имеется определенная гонка вооружений между нами людьми, которые болеют болезнями и не хотят болеть болезнями, и микробами, которые нас заражают, из-за которых мы болеем этими болезнями. Мы принимаем антибиотики, мы убиваем с помощью антибиотиков микробов. Для микробов это агрессивная среда, они к ней приспосабливаются в разных поколениях. У них появляется устойчивость к ценовым антибиотикам. Раньше был такой крутой антибиотик ремонт-1, сейчас не осталось, который... Я вам могу наврать, но, по-моему, это против гипотита А. Но сейчас не осталось просто штаммов вируса, который к нему чувствителен. Произошла эволюция, и теперь гипотита остался только такой, который не чувствителен к этому. И, наконец, есть некоторые эксперименты, которые показывают эволюцию с помощью математического моделирования. То есть мы строим какую-то систему, известен эксперимент, например, с часами, закладываем в нее механизмы эволюции, о которых мы поговорим позже, и мы наблюдаем, что под влиянием этих механизмов система эволюционирует и появляются более сложные виды. Этот список далеко не исчерпывающий, есть множество других целых классов доказательств эволюции, но я не хотел бы останавливаться на этом слишком подробно. Вместо этого давайте поговорим о механизмах эволюции, за счет чего, собственно, осуществляется этот процесс изменения частот проявления исследуемых признаков. Темные механизмы эволюции — это естественный отбор. Естественный отбор основан на том, что у существ рождается больше детенышей, чем способно выжить. Соответственно, некоторые детеныши выживают, некоторые детеныши умирают, причем выживают не просто случайные, а выживают более склонные к каким-то признакам. И за счет этого эти признаки проявляются дальше чаще. Кроме этого, есть механизмы наследственности и изменчивости. Наследственность — это способность дочерних организмов повторять признаки, характерные своему родителю. Изменчивость — это способность варьироваться и отклоняться от этих признаков. О наследственности и изменчивости хотелось бы поговорить немного больше. Основой наследственности является ДНК. Я не буду на этом очень подробно останавливаться, потому что, наверное, вы и так имеете представление о том, что это такое. Скажу только главное. Для нас сейчас главное, что ДНК кодирует белок. Это не единственное, чем занимается ДНК, но в том числе ДНК кодирует белок. Белки есть в организме, белков много разных. Белки очень крутые, белки умеют делать разные фантастические штуки. И это происходит благодаря ДНК. ДНК мы получаем от мамы и от папы. То есть у нас двухсепотечная ДНК. Каждый ген мы получили один от папы, один от мамы. И при этом ген может быть доминантным или рецептивным. На практике доминантность или рецептивность гена означает, что либо один ген подавляет другой, и экспрессия, то есть сборка молекул белка, идет только на одном гене. Либо сборка идет на обоих, но один из собираемых белков бессмысленный, и он ничего не делает. Естественно, проявляется только тот, который собирается на втором. На этом основано различие между генотипом и фенотипом, то есть теми генами, которые у нас реально есть, и теми, которые влияют на проявление признаков. И доминирование может быть полным или неполным. Здесь вы видите котиков, у которых ген черной окраски полностью доминирует над геном коричневой окраски. В результате коричневые котики появляются только если обеолели рецептивные. Здесь вы видите неполное доминирование, и о смешивании разных генов приводит к промежуточному измельчению признаков. Это все, что я хотел вам сказать о наследственности. Теперь поговорим об изменчивости. Это гораздо более широкая тема. Одним из самых ходовых механизмов изменчивости является рекомбинация. Рекомбинация – это механизм перемешивания генов. То есть, одни и те же гены, попадая в новую для себя обстановку, имеют шанс проявить себя как командного игрока в новой обстановке, чего они не имели шанса проявить в предыдущей. И таким образом, если какой-то ген внезапно оказался способным хорошо играть в команде с другими генами, за счет постоянного перемешивания, за счет рекомбинации, у него есть шансы попасть в эту команду, где он дает дополнительное преимущество, и естественный отбор будет благоприятствовать этому гену. Рекомбинация основана на таких механизмах. Во-первых, у нас есть половое размножение. Мы уже говорили о том, что мы получаем свои гены от папы и от мамы, они перемешиваются. Возможно, у папы был какой-то ген, который хорошо работал с каким-то геном маминым. Папе от этого никакой пользы, потому что у него нет маминого гена. Маме от этого никакой пользы, потому что у нее нет папиного гена. Но вот есть мы, мы получили оба гена, мы получили преимущество. Это на самом деле главное. Но есть более экзотические механизмы, так называемые трансплазоны. То есть у нас есть особые участки ДНК, которые специально спроектированы таким образом, чтобы перепрыгивать туда и сюда. И, наконец, есть кальсинговер, который изображен на этой картинке. Это обмен участками ДНК в разных хромосомах без, собственно, размножения. Ну, то есть это происходит при делении клетки, а не при слиянии сперматозоидов и глицеклеток ваших мутерей. Другим главным механизмом изменчивости является мутация. Суть мутации очень проста. В ДНК что-то изменилось. Ничего больше. Эти изменения могут носить характер того, что там появился какой-то дополнительный кусок, какой-то кусок исчез, какой-то кусок остался, но он перевернулся, произошла так называемая инверсия, и теперь он задом наперёд читается. Это неважно. Мутация может вызываться разными факторами. Это может быть радиация и ионизирующие излучения. Это могут быть мутагенные вещества. Это могут быть, наконец, просто ошибки копирования. К чему приводит мутация? Обычно мутация не приводит ни к чему хорошему. Большая часть мутаций ухудшает нашу приспосабливаемость и, соответственно, вымывается из генофонда. Некоторые из негативных мутаций не просто ухудшают нашу приспосабливаемость, а являются фатальными. То есть у вас не просто меньше шансов принести потомство, а вы просто умерли из-за того, что у вас такая мутация. Большая часть оставшихся мутаций является нейтральной, то есть они никак не влияют на нашу приспосабливаемость и естественный отбор. Есть небольшая часть небольшой части мутаций, которые являются позитивными и увеличивают нашу приспосабливаемость. Собственно, именно такие мутации и движут естественный отбор, и движут эволюцию вперед, потому что естественный отбор закрепляет именно их. Но, если вы залезете в атомный реактор, вы получите там очень много мутаций, и ни к чему хорошему это вас не приведет. Пожалуйста, так не делайте. Собственно, именно потому, что мутации это обычно нехорошо, у нас есть специальные механизмы репарации ДНК, когда мы можем по одной цепочке восстановить вторую. И организм пытается противостоять мутациям. Каждый день в вашем теле происходит очень много мутаций, и большую часть организм успешно подавляет сам, потому что он не хочет мутации. Собственно, мутации и рекомбинации это два главных механизма изменчивости, но нужно также упомянуть горизонтальный перенос генов. Горизонтальный перенос генов – это обмен генетической информацией с организмом, который не является вашим родительским или дочерним организмом. В естественной природе этим занимаются вирусы и некоторые другие существа. Вирусы встраивают нужную им ДНК в ДНК клетки хозяина, для того чтобы эта ДНК собирала необходимый вирус и вирусный белок, и таким образом приспосабливается к окружающей среде. Мы научились, мы подсмотрели этот механизм у вирусов, мы научились делать так сами, когда нам нужно. Это, в общем-то, основа на генной инженерии. То есть мы тоже вставляем в организмы генный и не свойственный. И это вполне можно считать механизмом эволюции, потому что какие-нибудь генно-модифицированные организмы имеют больший шанс себя воспроизвести в следующем покорении, потому что мы этому способствуем. С точки зрения эволюции это вполне валидный механизм. Никто не сказал, что когда человек вмешивается, это уже не эволюция. Это все, что я хотел вам рассказать о механизмах эволюции. И другой вопрос, который я хотел бы поднять, а куда, собственно, все эти механизмы нас ведут? Какова цель эволюции? И ответ на этот вопрос на самом деле очень простой. Никакой цели у эволюции нет. Эволюция это хаотичный процесс. Я вам приводил примеры механизмов, и ни один из этих механизмов ни на что не нацелен. Они просто происходят в случайном порядке. Но в то же время, когда мы наблюдаем окружающий мир и наблюдаем результаты эволюции, мы находимся под влиянием парадокса наблюдателя. То есть мы наблюдаем только такой мир, который позволил нам себя пронаблюдать. Мы не наблюдаем те эволюции, которые не постарались, чтобы стать наблюдаемыми для нас. Это за счет чего какие-то мутации, какие-то изменения становятся для нас наблюдаемыми. За счет того, что эти изменения воспроизводили себя лучше, чем все прочие. Как ген может улучшить свою воспроизводимость? Как ген увеличивает свои шансы попасться нам на глаза? У него есть для этого разные механизмы. Он может воспроизводить себя больше раз за единицу времени. Он может давать больше своих копий за раз. Он может воспроизводить себя точнее. Потому что, естественно, если ген воспроизводит себя много раз и часто, но при этом не точно, то этот ген размывается, и его точных копий мы все равно не увидим, хотя он старался как-то. Кроме этого, есть один особый механизм, когда особое поведение, которое является эволюционно значимым, когда ген заботится о том, чтобы другим генам в той же популяции было легче выполнять те же самые задачи. Мы к этому вернемся. И на этом месте мне бы еще хотелось дать ответ с точки зрения эволюции на один вопрос, который, например, очень терзает лично меня. Зачем нам дали такой большой мозг? Кстати, наш мозг на самом деле небольшой, есть существа с намного большим мозгом. Он на самом деле очень плотный. Вот такой плотности нейронов и реальных клеток, как у нас, нет больше ни у кого. И с точки зрения эволюции ответ на этот вопрос очень простой. Низачем. По эволюции нет цели. У нее есть только причины. Это похоже на шарик. Вот если вы надуете шарик и не станете его завязывать, а просто будете его так держать, а потом отпустите, он начнет как-то там кругами летать. И понятно, почему это происходит. Потому что в нем есть воздух, воздух выходит, реактивное движение, бла-бла-бла. Но куда он летит? Да никуда он не летит. У этого движения есть только причины. У него нет целей. И если вам кажется, что вы повернуты на почве секса, это нормально. Это нормально. Если бы вы были недостаточно повернуты на почве секса, то ваши гены оказались бы недостаточно приспособленными, и выбыли их из генофонда. Поэтому если вас когда-нибудь в чем-то таком будут обвинять, вы можете сослаться на естественный отбор, который целенаправленно десятки тысяч лет уничтожал тех, кто не был повернут на почве секса недостаточно сильно. Кстати, цель эволюции максимально, по всей видимости, мы не можем перебрать все варианты, поэтому не можем сказать наверняка, но по всей видимости, наиболее эффективным механизмом оказалось сделать секс очень приятным, чтобы мы к нему стремились. И в то же время сделать это удовольствие очень скоротечным, чтобы мы, однажды получив секс, на этом не успокаивались, а стремились к сексу снова и снова. Только что, если вы не заметили, мы обсудили вопрос, куда ведет нас эволюция. Но есть еще один очень интересный вопрос. А кого, собственно, ведет эволюция? Что мы считаем единицей отбора? Кто конкурирует в этом эволюционном соревновании и стремится приспособиться и оставить себя в будущем в виде потомков? На этот вопрос есть два противоположных, в чем-то схожих подходов. Один подход я условно назову подходом эгоистичного гена по названию одноименной книжки Ричарда Докинса. Другой подход я назову подходом группового отбора. И сейчас я расскажу вам о них подробнее. С точки зрения теории эгоистичного гена, ген является единицей отбора. И ген, и белок, который он кодирует. Все остальное для этого гена является средой, к которой он просто приспосабливается на основании тех механизмов, о которых мы говорили. Кстати, когда я говорю о том, что ген к чему-то стремится, это на самом деле неправда. Потому что, как я уже говорил, у эволюции нет цели, она ни к чему не стремится. Но в то же время это достаточно удобная аллегория. И чтобы не говорить каждый раз, этот ген оказался наиболее приспособленным и способным повторить себя в следующих поколениях за счет того, что он обладает таким-то свойством. Я сокращу эту фразу до «ген стремится». Мы понимаем, что это на самом деле неправда, но это удобная аллегория. Итак, эгоистичный ген. Есть я, ген, есть мой белок, который я кодирую, все остальные мои просто среда, к которой я приспосабливаюсь. Чтобы подчеркнуть эту контринтуитивную идею, что единицей отбора не является организм как целостность, что кажется нам, в общем-то, более логичным в определенном смысле, Докинс называет тела, то есть существ, нас, с вами или вашу собаку, машинами выживания для генов. То есть нет никакой особой разницы для гена, находится он в вашем теле или в моем. Но для гена есть большая разница между элементами среды, которые связаны с его репродуктивным циклом, и теми, которые не связаны с его репродуктивным циклом. Например, вот эта вот штука, она называется митохондрия. Митохондрия — это одна из органелл-клеток. По всей видимости, когда-то митохондрии были отдельными существами. Они имеют собственную ДНК, они способны сами делиться. В вашем теле есть несколько миллионов митохондрий, ни одну новую митохондрию ваше тело не способно создать. Если вам понадобятся новые митохондрии, вам придется просить ваши старые митохондрии делиться. То же самое происходит с вашими собственными клетками. Но за счет того, что это когда-то отдельное существо связало свой репродуктивный цикл с той клеткой, в которой оно оказалось каким-то случайным способом заключено, сейчас это даже симбиозом не назовешь. Это два совершенно необходимых... Это даже не назовешь отдельными существами. Настолько они срослись. Потому что их интересы полностью совпадают. Они размножаются вместе. Гены, которые находятся в этой митохондрии, и гены, которые находятся в вашей ручной клетке. Вот эта штука называется личинка-ручейника. Вы видите, у нее есть такой панцирь. Вот этот панцирь защищает личинку от всяких опасностей, которые подстерегают ее во внешнем мире. И личинки-ручейника хорошо иметь толстый панцирь. Но в то же время она не хочет вкладывать в это слишком много ресурсов. Она хочет еще что-то оставить на размножение. И поэтому у нее есть некая, скажем, оптимальная толщина панциря с точки зрения личинки-ручейника. Иногда ручейников заражает определенный паразит. И у этого паразита тоже есть мнение насчет оптимальной толщины панциря. И это мнение расходится. Паразит считает, что чем толще панцирь, тем лучше. Потому что паразиту нужно, чтобы этот панцирь защищал деморность с животным хозяином. И ему совершенно неинтересно, чтобы ручейник размножался. С точки зрения паразита, единственная функция панциря-ручейника – это защищать меня. И поэтому заражение этим паразитом приводит к тому, что панцирь-ручейника становится толще, и выживаемость ручейника повышается. Что достаточно контринтуитивно. Другой пример, который нам кажется контринтуитивным – это поведение пчел-работницы. При нападении пчелы-работницы нам не копидающее. Пчела-работница погибает из-за того, что ее жало устроено таким образом. И нам это кажется примером самопожертвования. Нам это в чем-то даже кажется нерациональным поведением. Нам непонятно по большому счету, почему пчелы так делают. С точки зрения теории эгоистичного гена, это поведение совершенно понятно и рационально. Пчелы-работницы не способны размножаться. Гены, которые находятся в теле пчелы-работницы, не способны увеличить свое присутствие с популяцией путем размножения себя. В определенном смысле пчела-работница мертва всегда. Она никогда не была живой, она никогда не была способна размножиться. Но зато она способна принести пользу другим экземплярам того же гена. Эта пчела-работница не появилась из ниоткуда, она появилась из улья. В улье есть матка, в улье есть трутни. Матка и трутни имеют с высокой видой вероятности те же гены, что и пчела-работница. И гены пчелы-работницы заботятся о генах матки разными способами. Они могут приносить еду, они могут атаковать вот этого вот парня в очках. И с точки зрения эгоистичного гена, то и другое является вполне ожидаемым. Однако, если мы говорим о том, что для гена все является средой, и он приспосабливается к этой среде, это приводит нас к пониманию того, что ведь в среде есть и другие гены. Они тоже приспосабливаются к своей среде, частью которой является наш ген. И таким образом разные гены могут слипнуться в такой комок, где они приспособились друг к другу и отражают атаки внешнего мира. Это близко к концепции группового отбора. Механизм совместной эволюции разных видов, которые приспособились друг к другу в рамках одной экосистемы, называется коэволюцией или эволюцией систем. Во многих случаях система из разных видов это более эффективна, чем отдельные виды, приспосабливающиеся к изменениям в окружающей среде. Очень известна в экологии модель лоцки Вольтерры, которая описывает взаимодействие в системе хищник-жертва. За счет того, что их популяция того и другого колеблется, когда у нас много жертв, хищники размножаются, потому что у них много добычи. Когда они размножились и все жертв съели, они вынуждены вымирать, потому что для них нет пищи. Эта система оказывается более способна противостоять каким-то внешним изменениям и приспосабливаться к ним, чем... Мы способны с помощью такой системы объяснить больше приспосабливаемости, чем приспосабливаемостью на уровне отдельных генов. Но когда какая-то система достигла, скажем, своего потолка размера и не способна интегрировать в себя новые части. Если мы возьмем такую систему и посмотрим, что находится за ее границей, мы неизбежно там увидим другую систему. Там есть что-то, что эта система не смогла присоединить к себе, и я смог к себе присоединить кто-то другой. Там начинается другая система. Системы конкурируют между собой, и точно так же, как и гены, и точно так же, как и виды. И более эффективные системы вытесняют менее эффективные. Экосистема, которая приводила к образованию нефти, была очень неэффективной экосистемой. Из нее через эту самую нефть постоянно утекала энергия. Нет ничего удивительного, что эта экосистема оказалась вытесненной. Человечество, как экосистема, оказалось на два порядка более эффективным, потому что мы не просто не захораниваем нефть, мы еще и способны поднимать ту нефть, которую захоронили до нас. Это имеет экономические следствия. Нам интересно, что будет, когда закончится нефть, и, возможно, мы наносим какой-то ущерб экологии. Но с точки зрения эволюции, способность добывать нефть и способность ее сжигать очень сильно поспособствовала нашей приспосабливаемости. Еще один пример конкуренции экосистем — это кролики в Австралии. Вы знаете, что Австралия долго была изолированным континентом, со своей отдельной экосистемой, которая как-то сама к себе приспособилась, потом приплыли белые люди, белые люди принесли с собой много всего, в частности, они привезли с собой кроликов. И оказалось, что у этих довольно невинных существ нет ни одного естественного врага в Австралии, они начинают бесконтрольно размножаться, они съедают всю траву, и Австралия перманентно находится в статусе экологической катастрофы. Вот здесь вы видите, что вы можете заплатить 30 тысяч австралийских долларов за то, что содержите кролика в качестве домашнего питомца. Таким образом, экосистема Австралии оказалась не способна конкурировать с кроликами, она будет вынуждена измениться. Конец части. Вообще-то, на мой вкус, все, что я сегодня сказал, звучит довольно печально. Это все о том, что все без идей, на это все никуда не ведет. Смерть — это важная часть эволюции. Это звучит довольно печально. Я хочу, чтобы вы имели возможность посмотреть на это с более позитивной стороны. Если мы будем сравнивать теорию эволюции, такой, как я ее сейчас вам описал, и креационистские концепции, в том числе и креационистские концепции, которые включают эволюцию через то, что у нас есть какая-то цель, к которой мы идем, то с точки зрения теории информации, то, что эволюция делает случайную вещь и запоминает выбор на основании какого-то фильтра, позволяет эволюционирующей системе создать новую информацию. Согласно общепринятому мнению, закон о сохранении информации не существует, и информация может быть создана или уничтожена безвозвратно. Если бы мы рассуждали в рамках какой-то креационистской концепции, когда мы просто выделяем информацию из шума, то новой информации в системе бы не появлялось. Мы бы просто выделяли из шума тот замысел, который был нам уже дан. И у нас был бы какой-то потолок, какой-то предел, дальше которого мы не шагнем. Благодаря тому, что наша эволюция имеет такую структуру, как я вам описал, мы можем получать все более сложных существ и все более сложные системы, в частности, вот такие вот картинки котика могут становиться все более прорисовыми. И, возможно... Тут был очень драматический переход. Да, примерно вот такая. Да, возможно, именно такая природа эволюции дает ответ на одну из величайших загадок существования, на вопрос о происхождении жизни. И если вы хотите поговорить о происхождении жизни, если вы хотите поговорить об обеогенезе и о том, что вам может предложить наука на этот счет, приходите через две недели на такую же лекцию, и я вам расскажу, что наука может вам предложить. Спасибо за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ Продолжение следует...